приветствую любители москвы вы смотрите передачу зеленые уголки москвы и мы с вами начинаем знакомиться с зелеными уголками районной фили давыдкова вот недавно познакомились с соседним районом филевский парк где как говорит самым главным был конечно же сам филевский парк но собственно и примыкающий к нему то уже другие парки но по которым по сути составляет единый массив филево-кунцевский лесопарк ну а вот район фили давыдкова которая тоже находится здесь на западе москвы рядом здесь граничит с районом филевский парк здесь таких крупных массивов нету но зато есть несколько ну скажем так небольших зеленых уголков и собственно к их рассмотрению мы и приступаем то есть если в том районе вот филевский парк допустим да и вот такой большой по сути филевский парк и в общем то по сути и все да то есть вот он один такой большой есть и ну его конечно вполне достаточно но да ну конечно филевская пойма там еще конечно имеет значение но маленький такой детский филевский парк ну и собственно все а здесь такого большого массива нету но такие небольшие маленькие места в принципе есть надо сказать что в общем то в этом районе мы уже два зеленых уголка посмотрели на самом деле еще год назад примерно это житомирский сквер который находится около метро кунцевская вот здесь мы были вот но совсем маленький прям зажатый там весь в плитке а сейчас тем более там еще станция метро новый кунцевская недавно построен там все фактически огороженной то есть такая конечно там установка очень неблагоприятная для гуляния скажем так какой-то такой маленький вот но все-таки он как-никак есть но житомирский потому что вдоль житомирской улице проходит такой маленький улице даже мало кто знает что она такая существует ну и кроме того мы еще также гуляли по яблоням садам которые находятся около метро славянский бульвар если кто помнит да помните шли по трассе будущего дублера северного дублера кутузского проспекта по этим садам как раз но надо сказать что сами сады они конечно же не очень предназначен для прогулок да то есть как таковых то в принципе непосредственно там вдоль деревьев дорожек таких каких-то плиточных не проложено но за но зато там есть такие народные тропки ну и мы собственно по ним шли и в общем то в принципе конечно погулять там ну там так было одно удовольствие да несмотря на то что все-таки рядом проходит шумный кутузский проспект здесь железная дорога но несмотря на это все равно такой был очень хороший уголок почему я говорю слово был потому что но к сожалению да сейчас уже очень активно стало строить стал строиться северный дублер кутузского проспекта автомобильная дорога многополосная и часть этих яблоневых садов к сожалению были вырублены вот и сейчас слава богу эти все сады не вырубили все-таки там ну скажем так больше половины осталось по крайней мере сейчас уж там что дальше будет сказать сложно но во всяком случае так сказать пока еще все-таки они остались но во первых они уменьшились в размерах то есть их подрезали со стороны железной дороги все таки вырубили там часть а во вторых да еще наверное еще будут подрубать уже в состав с этой стороны да где вот было раньше старо-рублевское шоссе проходило но сейчас на реконструкции находится вот ну и кроме того также все-таки шубовая нагрузка она еще больше выросла то есть мцд тут запустили электрические стали еще чаще ездить плюс новую платформу построили то здесь стало и очень шумно я не сказать что здесь раньше было тихо но все-таки конечно было потише не так много народу все-таки было ну и не так не такой большой шум сейчас а когда еще к тому же построить северный дублер ну представляете какая будет нагрузка еще больше да тут совсем станет практически невыносимо находиться так что был такой но все-таки как-никак но уголок такой существует и тоже мы с ним познакомились да вот он здесь называется кстати мажайский плодовый сад на этой карте но это не знаю насколько это официальное название но всегда говоря яблоневые сады но кутузском проспекте ну не знаю может быть и мажайский плодовый сад но мажайский потому что в принципе даже не знаю кстати почему мажайский а ну это вроде тут кутузский проспект проходит мажайский шоссе там подальше не знаю непонятно мажайский район тоже там ну в общем ладно мажайский плодовый сад ну наверно потому что раньше кутузского проспекта же не было была одна сплошная мажайская дорога ну поэтому вот наверное называется мажайский плодовый сад а сегодня мы познакомимся вот с этим прудом видите такой большой пруд даже на карте хорошо видно это называется мазиловский пруд на речке фильки вот но наверное многие знают этот пруд в общем находится около метро пионерская филевской линии метро голубой линии прямо рядом с метро выходит и тут же попадается на этот пруд так что попадание на него элементарное просто раз стоит только выйти из метро пионерская и сложно его не заметить вот и кстати здесь вот назнали улицу мазиловская но это ее назвали около 10 лет назад даже может быть и поменьше это просто был безымянный проезд между кастанаевской улицей и малой филевской ну а теперь вот называется мазиловская улица ну а название связано с тем что здесь находилась деревня мазилова рядышком да ну примерно там где сейчас кастанаевская улица проходит она как раз находилась на берегу вот этого пруда вот и дальше она фактически шла дом в общем-то старой мажайки да вот ныне кутузского проспекта то есть вот здесь метро здесь никакого не было здесь понятное дело ну и нынешнего там славянского бульвара тоже не было нынешней трассы так что все было несколько по-другому но в общем как бы там ни было да значит железной дороги естественно тогда тоже не было и потом уже проложили вот ну хотя конечно потом она уже была потому что деревня нас вошла в состав москвы в середине 350-х годов но окончательно 60 год территории вошла в состав москвы вот но до этого здесь вот была деревенской жизни и кстати когда был создан этот пруд мазиловский на речке фильки точно неизвестно и я думаю что никогда мы уже не узнаем но и ясно только одно что он был создан по крайней мере в 19 веке то есть на картах 19 века этот пруд вполне просматривается то есть он он еще дореволюционный он еще до советский вот но в советское время соответственно этот труд каким-то образом сохранился но отчасти потому что деревня здесь была но потом несмотря на окружающую массовую застройку 60-х 70-х годов основном но немножко 80-х и она сейчас там продолжается частично да и на малой филевской и на кастанайской тоже строится новые дома ну часть построена часть еще там строится вот но все таки этот пруд он его сохранили ну или видим видимо сохранили вы именно для декоративности для того чтобы сделать здесь именно территорию для отдыха вокруг пруда вот собственно говоря и все ну что было было хоть какая-то отдушина а речка филька она я уже кстати они довольно подробно рассказывал в одной из передач посвященных рекам и озерам московского края она ее практически не видно она почти вся убрана в трубу в коллектор вот и и очень сложно заметить ну здесь вот немножко чуть-чуть там есть такая знаете заболоченная местность который как раз протекает эта речка филька еще называли их вилька и вообще название многие считают что идет она от того что речка очень такая скажем так слабая очень неактивная такая медленно текущая ну и как бы такая знаете ну заболоченная то есть такая вот ни то ни сё скажем так да неактивная но это на этот но это так это скажем так одно из толкований на самом деле конечно никто не знает от чего название произошло и уже думаю скорее всего тоже не узнает равно как и когда этот пруд появился но известно что когда-то на нем паслись коровы деревенские вокруг стояли деревенские дома это можно тоже видеть на старых фотографиях ну а потом уже когда сюда москва пришла ну и не только люди стали здесь купаться здесь буквально пляжи были настоящие более того здесь была даже лодочная станция сейчас вот трудно поверить но в советское время она была ну и кроме того даже то здесь даже были такие знаете передвижные такие точки питания то есть мороженое продавали газировку вот ну то есть такой можно было сделать небольшой перекус такие точки стояли по берегу пруда вот этого мазиловского который сейчас отсутствует но раньше они были вот так что тут ну вот где такая была действительно настоящая как называли в советское время зона отдыха на на вот это мазиловском пруду вот так что для ну прежде всего естественно для окрестных жителей потому что так как это широко этот пруд он не был известен советское время в отличие от того же все как-то перебивал филевский парк находящийся неподалеку все шли в общем-то туда ну а этот мазиловский пруд он как-то оставался в стороне той славы которые всегда имел филевский парк поэтому как-то в общем-то был уж не не так сильно посещаем скажем так людьми со стороны каким-то приезжими да но разве что так может случайно тот приезжал на пионерскую там или в гости или еще как-то а так специально сюда как-то мало то ездил ну а вот конечно окрестные жители которые здесь жили а вот он здесь петит пятиэтажками раньше все было застроено ну и кстати сейчас немало сохранилось тут и на кастанаевской и на малой филевский хотя конечно все меньше и меньше идет застройка уже современными домами но естественно этот пруд всегда посещался сейчас купаться здесь запрещено значит никаких точек питания нет лодочной станции нет и в помине так что просто но зато зато скажем так при собянине этот пруд скажем так стали как сейчас принято говорить облагораживать и проложили дорожки вдоль этого пруда со всех сторон как бы такие тоже типа помостов да вот но и сделали тоже лавочки освещение но это уже кстати уже при лужкове начали делать еще в конце его правления где-то в конце двухтысячных годов а вот уже стали потихоньку все это как-то вот его как сказать благоустраивать да вот такой термин правда сейчас имеет для нас отрицательную коннотацию потому что слово благоустраивать она равнозначно так сказать уничтожать как правило да ухудшить или по крайней мере ухудшать очень сильно вот поэтому тут как бы говоришь одно а на самом деле в реальности имеется в виду совершенно другую вот а что так вот ну как подмена понятий происходит да вот так что вот эти дороги так что сейчас в принципе можно по всему периметру здесь пройтись довольно таки спокойно грубо говоря не промочив ног но с другой стороны конечно при этом тоже вырубались и деревья вот ну и в целом естественно урбанизация этого места она достаточно высокая но если хотите так сказать меньше урбанизации и как ты таких более ну чуть-чуть все-таки получше местности то можно от пруда пойти вот сюда вот это такая территория где как раз тоже протекает речка филька вот и здесь тоже не так давно буквально несколько лет назад были созданы такие вот помосты как бы над болотистой местностью где протекает эта речка вот и такие деревянные мосточки с иногда с лестницами там со ступеньками вокруг там детские площадки есть спортивные вот так что здесь вот можно уже такая боли здесь народу и поменьше чем 10 на пруду все таки здесь народ довольно много но понятно метро все-таки а вокруг довольно много домов все-таки про достаточно известен в этой местности вот поэтому ну вот можно пройти сюда здесь такая более живописное еще сохранившиеся местность вот не такая сильно урбанизированная Так что вот так, такая вот ситуация. Ну, наверное, вот все, что мне хотелось бы сказать вкратце об этом пруду. Давайте теперь посмотрим фотографии, которые я сделал, когда находился в одной из посещений этого пруда. Ну, вот попасть в него можно, понятно, со стороны метро Пионерская это лучше всего попадание. Но я вот шел от метро Кунцевская и поэтому зашел со стороны Кастанаевской улицы. Вот можно зайти там за гаражами. И вот здесь вот, можно сказать, начинается вот эта Кастанаевская такая территория. Кстати, туалеты, видите, есть, освещение есть. Ну, плитка вездесущая, она везде тут вот. И целые площадки есть, и дорожки простые. Много скамеек, и здесь стоят, и дальше по периметру пруда они тоже есть. Да, кстати, тут всегда ловили рыбу. Насчет того, что здесь ловится, не знаю. Говорят, ловятся хорошо ротаны. Ну, по некоторым средним к России. Ну, может быть, еще какую-то можно ловить. Бычки, наверное, хорошо ловятся. Ну, бычки, они практически везде ловятся. А такая, конечно, ценная рыба вряд ли. Ну, тут есть, видите, такой спортивный тип катка, да, вот с филей Давыдковым. Ну, наверное, в летнее время это не каток, а, наверное, какое-нибудь мини-футбольное поле, какая-то просто спортивная площадка. А может, вообще не используется, просто только как каток зимой и все. Ну, вот такой пруд, видите, как везде вот тут вид. И там есть дорожки, здесь плитка. Да, там везде... Там, кстати, линии метро проходят, Филевская. Ну, понятно, да, то есть перегон. В ту сторону Кунцевская, в ту сторону метро Филевский парк. Ну, вот так, видите, довольно такой длинный пруд. Вытянутый он так в длину, немножко так напоминающий такой вытянутый овал. Или даже прямоугольник немножко напоминает. Да, вот такие посадки. Ну, смотрите, здесь посадки, конечно, деревьев есть, но они немножко так вот в стороне. Поэтому непосредственно, когда гуляешь вокруг пруда, конечно, освещение достаточно интенсивное. Вот это, где вот эта плитка. Но, с другой стороны, все-таки какая-то тень есть. Но открытых пространств все равно довольно много. Вот, так что прямо сказать, что здесь, конечно, какие-то... Это явно не лес, не лесопарк. Нет, даже не парк. Хотя, кстати, что еще забыл отметить, вот это вот пространство, да, почему еще вот мы говорим, что это зеленый уголок, потому что оно официально, с 2013 года, называется Народный парк Пионерский. Да, это вот такое название. Вот, о нем как-то мало кто знает, но на самом деле, вот то, что мы сейчас видим, вот вокруг пруда, вот эта вот территория, она называется Народный парк Пионерский. Вот, ну, сами судите, насколько это парк. Я думаю, что это, конечно, никакой ни разу не парк. Вот, ну, Пионерский понятно, потому что метро Пионерский. Вот, ну, типа народ так решил, такой голосовой. Ну, помню, тогда такая мода была создавать народные парки, когда Самянин пришел, и вот первые годы, сейчас как-то эта, ну, мода вроде прошла, а вот тогда вот, особенно вот, 13-й год, 15-й, 14-й, вот эти первые еще годы, очень любили вот эти все такие народные парки какие-то, вот. Ну, название, конечно, несуразное, во-первых, и не парк, во-вторых, ну, а другие парки, они что, они народные, что ли? Естественно, они тоже народные. Нет, ну, бывают частные парки, но это вообще особая история. А так вообще, конечно, все, практически все парки в городе, какие общедоступные, они все инородные. Ну, вот скамейка, видите, прямо вот на берегу пруда, сидишь прямо буквально, вот. Ну, есть, видите, верхняя терраска, там можно тоже погулять. Не обязательно здесь, можно туда вот чуть подняться, ближе к жилым домам. Вот, там не так печет, там больше тени. А здесь вот, когда идешь, здесь тень, конечно, есть, слава богу, хоть не все вырубили, но все-таки. Вот, а вон метро, там торговый центр тоже. Ну, вот, и утки, конечно, вездесущие, да. Ну, купаться я бы здесь, конечно, не советую. Ну, во-первых, это официально и запрещено. Во-вторых, ну, подхватить заразу можно только так. Вот, в лучшем случае ограничьтесь каким-то там зудом или там высыпаниями небольшими, а в худшем, может быть, все что угодно. Поэтому я бы, конечно, не рекомендовал. А так вот посидеть на скамейке, которых тут довольно много, отдохнуть, так вот посмотреть на, слава богу, схранившийся пруд. Да, видите, вот написано, вот это вот тут написано. Народный парк Пионерский, открыт в 2013 году. По адресу улица Костанаевская, 58-62. Вот, и вот кто этот парк создавал, там какие-то ООО всякие. Ну, так. А название, видите, дано, выборно жителями, да, района Ферри Давыдкова на портале «Активный гражданин». Ну, вот этот вот портал. Да, эти дома, кстати, они не реновационные на самом деле. Вот, но вроде как туда тоже, в том числе из пятиэтажек, переселяли в эти дома, но они были построены еще где-то там в 15-е, 16-е, 17-е годы, ну, где-то так, до 18-го, по-моему, года, да, то есть когда еще только-только все это начиналось. Вот, реновационные сейчас мы увидим дома. Ну, вот этот дом, кстати, это на Малой Феревской уже дома. Вот этот дом, вот, вроде как вот сюда переселяли, переселенцев из пятиэтажек, которые там посносили, там пятиэтажки же были на этом месте, вот, и там переселяли. Ну, вот такая небольшая смотровая площадка, вот беседка, да. Ну, а такая, они по виду, кстати, очень похожи на реновационные. Вот это тоже еще беседка. Ну, вот так это выглядит от метро, вот это вид от метро. Да, и прямо рядом с метро, видите, такие дома построили. Ну, это и понятно. Ну, цветники тут всякие, да, вот вид от Мазиловской улицы, да, которая рядом с метро Пионерская проходит. Вот так этот пруд выглядит, да. Ну, здесь можно пройти точно так же. Ну, уже я не стал просто показывать, да, ну, смысла особо нет, это более-менее вполне понятно, да, что из себя представляет этот пруд. Тут дома, тут советские, конечно, дома еще, да, разных, так сказать, годов постройки. Ну, это новый комплекс жилой. Совсем недавно еще, он, по-моему, даже еще строится, или только недавно открыли. Вот, вот так, вот, видите, какой пруд длинный. Так что тут вот его обходить можно целый час потратить на то, чтобы его обойти так, медленно и не спеша, если, да. Вот она, Мазиловская улица, метро. Ну, а мы с вами идем, вот Ашан, тут торговый центр, так что, пожалуйста, можно подкрепиться. Тут, конечно, выездных точек уже нет, но зато можно зайти в Ашан и все там купить. А теперь идем дальше. Я о чем говорил, да, то есть мы пруд посмотрели здесь, теперь вот эта территория, да, видите, она уже такая более интересная, поскольку здесь и народные тропки есть, то есть по другую сторону метро, не хотите идти на пруд, или там просто хотите совместить, можно пойти по другую сторону метро, и здесь есть вот просто обычные тропки, здесь погулять можно. Видите, какая красота. А вот это уже реновационные дома. Вот это дома реновационные. Они были построены в 2020-2021 годах. То есть, в принципе, совсем недавно, буквально год-два назад. Вот это Костанаевская улица, 44 А, корпуса 123, по-моему, такие адреса. Ну, там они от 17 до 24 этажей. Там три дома всего реновационных построили для, так сказать, сносимых пятиэтажек из района Филидавыдкова. Ну, вот это первая, вот вторая, и там еще одна в виде книжки такой, как бы, сделана. Ну, то есть, двухсекционный дом. Да, и вот видите, вот эти такие вот мосточки, о которых я говорил. Ну, тут плитка, и еще есть мосточки, проложенные по такой болотистой долине речки Фильки. Вот. Потому что плитку по ней было сложно положить все-таки через болото фактически, да. Решили сделать, как бы, такие вот помосты, да, деревянные. Ну, тут линия электропередач проходит, поэтому, судя по всему, эта территория не застроена. Плюс речка протекает. Так что вот так вот. Ну, и тут вот вдоль линии метро тоже можно пройти, там, недалеко от метро. Вот она, Филька, можно там даже немножко ее увидеть. Там часть просто заболочена, камыш, осока. Ну, а часть, иногда немножечко вода проскакивает, видно там в просветах. Так что можете поискать. Это вот одно из немногих мест, где можно увидеть Фильку в открытом русле. Вот там она протекает, прям за вот этими зарослями. Ну, вот через помост дальше. Вон она там, видите, болото. Вот эти ива склонились над рекой, да. Красивые, конечно, тут виды, ничего не скажешь. Я бы сказал, даже лучше, чем Мазиловский пруд. Хотя мало кто знает. Имейте в виду тоже, когда тут окажетесь, что помимо Мазиловского пруда, есть еще вот по другую сторону, за метро, там есть еще вот такая территория тоже. Вот, видите, там вон метро осталось. Мазиловская улица. Тут Малая Филевская, тут метро проходит, линия, да. Вот она, открытая Филевская. Ну, тут что-то тоже строится, как обычно все в Москве. Вот это опять помосты, да, пошли. Помосты, помосты. Лесенка такая идет, да. Вот они помосты. И тут у нас наверху уже детские спортивные площадки, уже ближе к домам. Вот здесь разные. Вот они, видите, турники всякие там разные, качельки, тренажеры, и что только нет. Лесенки всякие. Вот тренажеры с лесенками силовые. Вот, видите, какой-то, как бы книжка, в виде книжки такой дом здесь сделал. Вот это реновационный дом. Он, кстати, был построен в прошлом году, в 21-м. Ну, и, судя по всему, я не знаю, заселился он полностью, нет. Обычно такие, обычно реновационные дома, они заселяются не один год даже. Там обычно где-то года два-три примерно. Надо даже и больше. То есть, очень долго все процессы идет, потому что там все эти согласования и так далее. То есть, там, а то и суды иногда бывают. А сейчас как-то меньше стало, а то раньше еще многие суды подавали. Ну, кто не согласен, там, или что-то оспаривает люди тоже. Ну, по площади тоже есть какие-то споры, да. То есть, вот эти, вот, столики для настольного тенниса. Ну, плитка везде, да, проложили. Это совсем недавно. Ну, когда вот эти дома построили, и, соответственно, здесь территорию вокруг тоже, как говорится, благоустроили, да. Вот такие вот тоже. Вот это я вообще не знаю, зачем вот это делают. Вот такие навесы, я вообще не могу понять. Их везде практически делают, суют вот эти навесы. А смысл-то в чем? С дырявой крышей, то есть, вы понимаете, ну, вот зачем, вот что это? Как бы, для чего? Не могу понять. Ну, деревянный навес, а зачем? Ну, потому что хотя бы крышу надо было сделать, чтобы, типа, действительно был какой-то навес. А так, получается, какое-то решето. Вообще не могу понять. Ну, типа, для красоты, чтобы, как бы, типа, какие-то, чем-то насытить территорию, да. Ну, надо что-то вроде сделать, а то как-то, ну, как-то территория пустует, да, как-то непорядок вроде, да. Ну, надо что-то сделать. Ну, вот и сделают. Ну, а вот еще один революционный дом. Ну, это просто одна секция такого, никак бы, башенка такая, типа башни. Ну, там качели. Вот такие детские площадки современные, да. Вот сравните, какие детские площадки в пятиэтажках, да, или там в старых домах, в девятиэтажные дома. Ну, неважно, вот те, допустим, дома, да, вон там они, девятиэтажные, вот эти кирпичные дома. Вот сравните, какие там детские площадки, какие здесь. Ни одного дерева нет, обратите, а зато плитки полно. И вот дети должны кататься на такие... А смотрите, а на ни одного ребенка нет вообще, ни одного. А правильно, а потому что, а как можно в такую жару здесь вот находиться? А на вот таких тенистых там дворах, да, там детей обычно довольно много бывает. Вот. Ну, и физкультурой заниматься тоже, ну, как говорится, под палящим солнцем тоже как-то не очень. Ну, вот. Ну, и газоны тоже все убитые фактически, да, такие вот искусственные. Ну, вот такой дом по инновациям. Ну, вы знаете, насчет качества квартир я ничего говорить не буду. Тут как бы пусть скажут те, кто там живет, потому что, естественно, может быть и хорошая квартира. Ну, я думаю, обычная квартира, потому что по инновации в любом случае хорошая квартира вряд ли дадут. Такие, знаете, прям супер. Ну, сами понимаете, да, бесплатно, да, ну, переселяют. Ну, кажется, скажи спасибо тебе хоть какую-то, да. Вот, хоть такую, да. Есть, как говорится, какие-то там удобства и водопровод там, ну, и, как говорится, скажи спасибо. Вот. А так, если хочешь, там, естественно, надо все уже по другой цене совсем покупать. Покупать надо, во-первых, не бесплатно. Вот. Поэтому я не думаю, чтобы там было какое-то хорошее, прям уж такое супер качество. Ну, при этом, ну, квартира как квартира. В общем-то, вполне стандартные, обычные. Ну, с другой стороны, может, по сравнению с пятиэтажками, конечно, лучше. То есть, наверное, какие-то они, естественно, более как бы современные. Хотя бы даже как-то по дизайну, наверное. Не знаю. Мне не разный на этот счет. Поскольку я в таких домах не живу в реновационных, поэтому мне это в этом смысле сказать сложно. А люди, знаете, по-разному говорят. Кто-то прям счастлив до небес, а кто-то просто все проклинает. Как вообще можно такие дома строить? Так. Ну, вот у нас такая вот передача получилась немножко с реновационного уклона. Вроде начали с зеленых уголков, а закончили такими реновационными домами. Но это тоже неплохо. Жизнь Москвы развивается. Видите, там и тут же заодно посмотрите эти дома. В общем, если будете гулять там, то не сможете их не увидеть. Все равно, как бы, вот так что вот вам. Как бы такое превью небольшое, да. Ну, такая детская площадка. Насыщенная всякими разными там какими-то аттракционами. Якоря вон сделали. Ну, наверное, потому что речка Филька протекает. Она, правда, не судоходная, но все равно. Она от Костанаевской улицы. Ну, все, до новых встреч. Еще погуляем потом. Несколько передач будет по зеленым уголкам перед Давыдков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...